Орландо Каради представляет Производство Мондо ТВ Италия Орландо Каради Орландо Каради Вот ты где! Теперь дай я посмотрю на тебя. Алекс, как дела у раненых? Все под контролем, дорогой. У тебя еще остались лечебные листья? Разумеется. Я почти закончила обход. Отличная работа. Спасибо. Знаешь, у раненых дела куда лучше, чем могло быть после тяжелой и жестокой битвы. Это хорошо. Значит, ничего серьезного. У нас есть все, что нужно для лечения. Но если мы хотим снова поставить их на ноги, нам нужно раздобыть еды. Я займусь этим, не откладывая. Хотя не знаю, где найти для всех травы. Надо подумать. Ты опять воспользовался медалью, чтобы получить сыр, да? Я подумал, мне полезно попрактиковаться в этом. У меня получилось 10 раз подряд. Хочешь кусочек? Ну, если бы у меня был выбор, я бы предпочел швейцарского сыра. Правда? Тебе стоит попробовать вот этот. Он совершенно бесподобен. Если хочешь швейцарского, на тебе швейцарский. Пожалуйста. Спасибо, толстый. Я видела, что ты сделал, толстый. Не понимаю, как это, но если ты можешь вызывать еду, я, я, может, заказать небольшую косточку. Я не умею. Но толстый мог бы попросить тебе одну у своей медали. Так нечестно, вы просто не хотите со мной делиться. А чем мне это нужно? Ребята, я ничего такого не имел в виду. Если я извинись, дайте мне хоть поправить. Тостите меня. Хорошо. Это лучшая кость, какую я видел. Рад, что тебе понравилось. Я никому не раскрою вашу тайну. Обещаю. Это будет долгий день. Это будет долгий день. Симба! Ты выглядишь слишком подавленным для того, кто одолел Шерхона. Да, тебе бы сейчас попраздновать победу. Знаю, но пока я не придумал, как достать для всех еды, особенно для раненых, радоваться нечему. Я сижу и думаю, что Шерхан готовит новое нападение. Но я рад, что вы пришли, ребята. Я хотел с вами поговорить. Расскажите мне о ваших медалях. Ты готов? Да. Это фрау он! Это он дал нам эти медали. Они обладают силой, которую в них вложили древние маги. Невероятно. С ними вы видите, что происходит в других местах и можете предсказать опасность. Нет, моя медаль исполняет желание. А та, что у Тонкого, помогает видеть, что происходит. Например, вчерашнее нападение Шерхана. Хочешь, покажу? Это просто класс. Я хочу получить от всех вас отчет о ситуации. От каждого отряда по очереди. Я хочу знать, сколько у меня осталось отрядов, готовых к битве. Что с вами такое? Ну же, говорите, кто готов к бою? Они боятся, говорит хозяин. Войска Симбы вселили в них такой страх, что они едва на что годятся. Тебе кажется, это забавным, птичьи мозги? Ну, раз тебе страх неведом, ты и поведешь их в атаку. Я в атаку! Нет, прошу, хозяин, нет. Я больше не буду смеяться, клянусь. Не посылай меня на передовую, хозяин. Что за трус? Пощади хозяин, сделай все, что ты хочешь. Ладно, слушайте меня все. Думаю, вам нужно немного времени, чтобы восстановить силы. Это так? Отвечайте мне. Да, да, господин. Было бы неплохо. Нас много раненых. Симба и его войско должны празднуют победу. Если они узнают, в каком вы плачевном состоянии, они могут решиться напасть вновь. Нельзя допустить, чтобы они узнали. Он должен считать, что мы полны сил. И для этого нам придется оказать давление. Слушайте, вот что мы сделаем. Понятно? Тогда у него не будет ни малейшего шанса ускользнуть. Прекрасный план, хозяин. Да здравствуй, Шерхан, истинный гений. Ура! Это невероятно тонкий. По-моему, у него крыша поехала от нашего волшебства. Через пару дней будешь как новенький. Итак, если верить медали, Шерхан готовит еще одну грязную выходку. Сейчас нам лучше укрыться в безопасном месте. Но им понадобятся силы. Как ты думаешь, ты мог бы воспользоваться медалью, чтобы раздобыть немного еды? Без труда, пожалуйста. Ну-ка, медаль, дай что-нибудь вкусненькое. Невероятно, у тебя получилось. Замечательно. Но ты забыл о том, что большинство из них травоядны. Трава что? Травоядны, они не едят сыр. Не надо волноваться, это очень вкусно. Клянусь в честью пирата. Уверен, так и есть, но травоядные животные едят только траву. Я не подумала об этом, нужно было мне напомнить. Ну-ка, медалька, помоги. Вот так-то лучше. Теперь они смогут наесться в волю. Спасибо, Толстый. Это не смешно. Это гадость. Эй, смотри! Смотри! Сиба! Сиба! Ты не поверишь. Откуда-то внезапно появилось огромное множество свежей травы. Шшшш! Теперь на нашей стороне мощное волшебство. Оно нам очень пригодится. Но надо держать это в тайне. Не знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты сделал. Да не за что. Рад, что помог. Сиба, враг движется в нашу сторону. Ты уверен? Почему никто не поднял тревогу? Быстрее! Защищайте раненых! Почему ты не предупредил нас раньше? Ты что, не видел их? Они не появились на картинке. Может быть, это не враги? Думаешь, они надвигаются на нас, чтобы поздороваться? Может, нам стоит выбежать им навстречу? Нет. Подпустим их поближе и выясним, чего они хотят. Успокойся, Флэш. Мы ждем. Носороги. Зададим им. Не думаю, что они ищут неприятности. Уверен, они пришли что-нибудь обсудить. Никому не двигаться, пока я не дам сигнал. Он обижает Тоя. Проучим его. Нет! Стоять! Той, вернись! Я Ронко! Я вызываю тебя на поединок! Что? Хочешь поединка? Он пытается запугать нас. Он слишком уверен в себе. Может, это ловушка? Что показывает твоя медаль? Ничего! На этот раз все зависит от решения Симбы. Что ты решил? Нам нужно принять вызов, чтобы показать, что мы их нисколько не боимся. Так, держи, Симба! Он пожалеет, что пришел! Мы принимаем вызов, Ронко. Поединок начинается, но все должно быть по-честному. Не вижу здесь никаких проблем. Мне не за чем мошенничать. Как хочешь драться, Ронко? Как насчет рогов, ударов головой? Но предупреждаю тебя, я еще никогда не проигрывал. Да, он не проигрывал. Он хорош. Хорошо, только никакой посторонней помощи и не кусаться. Ладно, приступим. Кто будет отстаивать твою честь? Кто у нас так силен? Я могу! Я одолею этого носорога. Да, Флэш. Давай, Флэш. Ронко твой. Я знаю, что он очень смелый, но ты уверен, что это правильный выбор. Мы должны доверять Симбе. Флэш победит? Не знаю. Это нелепо чудище, что будет со мной биться? Ты, малый, сможешь победить только в состязании на самую уродливую внешность. Эй, ты, на себя посмотри. Ты победитель конкурса красоты. И что это за громадная штуковина у тебя на морде? Эй, со мной никто так прежде не разговаривал. Ронко, это значит, что ты сдаёшься? Не дождёшься. Приступим. Сделай его, Ронко. Сделай его, Ронко. Это чудище просто ребёнок какой-то. Тебе нужно добиться, чтобы он потерял равновесие. Защищай лицо и голову, не останавливайся. Шевели ногами, ты его одолеешь. Давай его, давай, давай, давай. Если он забьёт тебя с ног, вставай в ту же секунду. Флэш, ещё одна вещь. Послушай. Ты всё понял? Да. Я готов. На карту поставлена наша честь, Флэш. Ты должен сделать всё, что в твоих силах. Давай, покажи ему. Мы с тобой, Флэш. Это что, балет? Ронко в порошок высотрёт. Пой! Коман, Микл! Пой! Пой! Субтитры сделал DimaTorzok Давай, задай ему! Он об этом пожалеет! Ну что же, вперед! Ну что, я чемпион! Давай, Флэш! Давай! Вставай, Дерис! А что же будет дальше? Вот как это делается! Поставь его на место! Ты лучшая, Ронко! Браво! Он что, думает, меня напугать? Ну что же, пусть попробует! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжай наступать, Флэш! Что ты делаешь, Ронко? Что ты делаешь, Ронко? Что ты делаешь? Молодец, молодец! Давай! Шир-хан! Вы слишком много! Нам нипочем не обратить их в бегство! Что же нам делаешь? Они нас раздавят! Сделай из нас лепешку! Единственный шанс использовать ему звезд! Сделай из нас лепешку! Сделай из нас лепешку! Сделай из нас лепешка! Сделай из нас лепешку! Ура! Виктория у нас! Мы победили! Наши силы вновь не подвели нас. Сегодня ты действовал, как настоящий вождь, Симба. Флэш! Флэш! Я хочу поблагодарить тебя от имени всех нас за то, что ты отстоял нашу честь. Ты очень храбрый, и мы гордимся тобой. Да здравствует Флэш, наш парень! Ура! Он победил, честно и справедливо. Я сдаюсь. Моя участь в твоих лапах, Симба. Я не ищу возмездие Ронка. Я только хочу мира для всех. Выбор за тобой. Можешь присоединиться к нам или идти своей дорогой. Итак? Твое сердце поистине благородно, Симба. Я очень тронут тем, что ты предлагаешь присоединиться к вам и с радостью принимаю предложение. Теперь я знаю все, что говорят о тебе правда. Ты единственный истинный король джунглей. Я постараюсь не разочаровать тебя никогда. Все это слышали? Да! Ты принял верное решение, Ронка. Добро пожаловать. От имени Крис поздравляем тебя. Больше не будешь меня жалить? Ох уж, этот динозавр. Молодец. Флэш сегодня герой дня, разве не так? Это правда. А такой союзник, как Ронка, может оказаться очень полезен в будущем. Бедный Шерхан. С этого дня можете рассчитывать на меня, друзья. Ты тоже на нас, Ронка. Не могу поверить, что твоя волшебная медаль ничего не показала. Зато она показала вот что. Правда? Ты вполне в этом уверен? И снова Шерхан не смог одолеть Симбу и его друзей. Теперь он потерял своего самого могучего носорога Ронка. Благодаря храбрости Флэша и мудрым решениям Симбы, будущий король приобрел новых союзников. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие новые приключения ожидает Симбу. Фильм озвучен на студии SoulPro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Екатерина Корабельник и Алексей Шатхин. Роли озвучивали Роли озвучивали Роли озвучивали Субтитры создавал DimaTorzok